Добрый вечер! В эфире телеканала «Репортер 73» программа «Разберёмся». Сегодня мы будем говорить об НКО, но не только об НКО, а о клубе лидеров НКО, который создан в Ульяновской области. Зачем объединяются некоммерческие организации? Какую цель они преследуют? Какие преференции получают те, кто вступил в клуб? Будем разговаривать вместе с гостями нашей студии. Сегодня у нас Владимир Владимирович Сидоров, президент клуба лидеров НКО. Марина Леонидовна Казакова, директор автономной некоммерческой организации Агентства социально-культурных проектов. Добрый вечер! Елена Михайловна Шпоркина, руководитель Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области. Здравствуйте! И Елена Ивановна Себогатулина, руководитель Ульяновской региональной общественной организации «Российский Красный Крест». Все правильно? Да, все правильно. Добрый вечер! Отлично. Владимир Владимирович, первый вопрос к вам, как к президенту. Чем вы занимаетесь и сколько уже членов входит в клуб лидеров? На данный момент у нас 17 членов нашего клуба. Занимается клуб по интересам. Объединяются некоммерческие организации. Для чего они могут объединяться? Для того, чтобы, конечно, для достижения цели, для чего они созданы некоммерческие организации? Чтобы помочь, конечно, людям, помочь окружающим. И, конечно, себе. Потому что, когда объединились вместе, некоммерческие организации, это же намного эффективнее. Вот, например, взять взаимодействие ТОСов с Красным Крестом. Наглядный пример. Когда у нас Красный Крест выиграл грант, заключил соглашение с ТОСами, и сейчас они обучают наших жителей, наших ТОСов, укажутся своими же больными или, допустим, пожилыми людьми. Это же тоже дополнительный плюс. Это две некоммерческие организации. Что они в поддельности были, а что мы вместе. Вот у нас действительно, я считаю, что клуб лидеров, потому что входят такие организации, которые действительно, как сказать, лидеры своего дела, которые уже давно занимаются, помогают людям. Не только людям помогают, а тоже животным помогают. Но это делается одним делом. Занимается помощью нуждающимся. Поэтому я считаю, что это очень, как сказать, замечательный этот клуб. Клуб лидеров НКОВО. Наш. И в дальнейшем, я думаю, что он только будет проносить пользу НКОИ людям. Спасибо. Лена Михайловна, вот говорят, что вы, как идейный организатор, вообще вдохновитель всей этой системы, выступали в свое время. Владимир Владимирович тоже сказал, действительно ли дело обстоит таким образом. И сложно, наверное, объединить такие различные НКО. Понятно, например, если кто-то занимается медициной, и еще одной НКО-медициной, и еще чуть-чуть тоже медицины, но с другого в угла. Их удобнее объединять вместе, а настолько разноплановые. Почему такая идея возникла? Как раз в этом-то и фокус. Потому что нам идея была еще 10 лет назад, и пытались объединиться разные организации, но очень быстро распался такой клуб. И когда я возглавила Центр развития НКО, появилась идея опять собрать и воссоздать его заново, и это получилось. Но было вложено, конечно, большое количество труда, потому что действительно очень разные организации, у них разные интересы, разные направления деятельности. И очень сложно было научить их разговаривать друг с другом, слушать друг друга, понимать, искать контакты, пересечения, точки соприкосновения, чтобы организации вместе, во-первых, защищали интересы сектора. Потому что только тогда, когда вместе их мнение услышат быстрее, и это будет эффективнее, когда за каждой организацией, у нас и 50 человек, и 100, и у кого-то тысячи, и 20 тысяч. И понятно, что каждый представляет вот такой сегмент, когда объединяются и говорят власти, вот для нас нужны такие-то, такие-то, такие-то условия. И власть действительно прислушивается. То есть на заседании клуба был губернатор, министр внутренней политики, руководитель департаментов. Они приходят и слышат, что говорят некоммерческие организации все вместе, донося единое какое-то консолидированное уже мнение. Это очень важно, потому что когда один говорит одно, другой другое, третье-третье решение предлагает, власть не поймет, куда же ей дальше двигаться. А когда этот интерес уже такой собранный, легче работать с властью. И второй момент, конечно, вот очень важно, что появляются партнерские проекты, и вот клубу в этом году исполнится 7 лет, и вот особенно последние 2-3 года это очень ярко ощущается. Когда вместе пишутся какие-то заявки на субсидии, да, или кто-то получает поддержку и начинает притягивать к себе другие организации в партнеры, да, в совместную какую-то работу. Очень важно, потому что все обогащаются за счет этого, да. А если особенно... Деньги нужны всем НКО. Ну, здесь не только в деньгах, да. А, вы имеете в виду, обогащаются не только финансово. Да, и не только духовно. Вот ресурсы, да, какие-то. У одной организации есть знания делятся, у другой организации есть там помещение, говорит, мы готовы предоставить помещение там и так далее, да. То есть начинаются объединения вот разными ресурсами, кадрами, да. Один там психолог из одной организации проводит тренинги там в другой и так далее. То есть это вот обмен разными ресурсами, не только деньгами. Хорошо, спасибо большое. Марина Леонидовна, хочу вопрос адресовать. Ну, волстелин колеса гремят по России буквально. То есть вас знают в каждом регионе, я думаю, что уже из-за границы известно. Благодаря возможностям интернета моментально вся информация разлетается. Особенно все, что связано с людьми с ограниченными возможностями. Их стараются поддержать. Зачем вам, ну, в общем-то, дополнительное ермо одевать себе на шею, вступать в этот клуб? Ну, кроме того, что духовное какое-то, там, получите вы развитие. Ну, занимаетесь своим делом успешным достаточно и занимаетесь. К чему клуб? Ну, вот, вы знаете, я, наверное, одна из первых вошла в 2011 году в этот клуб. И я его уже сменила, с нас много руководителей. Я очень рада, что у нас сейчас мужчина во главе. Потому что мы, как-то, знаете, такая крепость, такое плечо. И мы так все расслабились. Боже мой, как мы стали спокойнее чувствовать себя. Потому что в основном женщины, конечно, руководители. У нас женская такая аудитория. Ну, что я могу сказать. Меня научили в этом клубе, да, как грамотно писать заявочку, как выиграть грант, как получить субсидию. Нас познакомили с теми людьми, лучшими экспертами, наверное, нашей страны. Потому что приезжали эксперты, тренеры из Москвы, Санкт-Петербурга. Мы ведь тоже ездим, а делимся опытом. И мы вот недавно были в Москве, у фонда Кудрина тоже в гостях. Тоже делились опытом. Я думаю, что это вот такая школа, школа для некоммерческой организации, для руководителей о том, как грамотно выстроить свою работу, как поставить цели, задачи, как достичь больших результатов. И, конечно, как бы помочь в развитии нашей области Ульяновской. Спасибо. Ну, и хочу сказать, что нас уже пригласили во Францию, на наш театр моды. Вот, тоже благодаря тому, что у нас вот есть какие-то связи, нас увидели в Москве, мы пообщались и вдруг увидели наш ролик в Ютубе. И вот мы собираемся в конце июня вот поехать на фестиваль моды для людей с ограниченной возможностями здоровья. Поздравляю. Спасибо. Желаю успехов. Спасибо. Елена Ивановна, вот Владимир Владимирович говорил и упомянул «Красный крест», и прозвучало слово «грант», по-моему. Что это за «грант», потому что, ну, духовность с духовностью, а финансы некоммерческим организациям все-таки нужны, потому что дела, за которые берутся некоммерческие организации, подчас такие, за которые не берутся коммерческие. Без какой-то поддержки сдвинуться, бывает, делалось место тяжело. Согласна с вами. Это президентский первый, первый конкурс президентских грантов, который прошел в 2017 году, и мы его выиграли. Партнерами нашими стали ассоциации ТОС в Ульяновской области. Мы их привлекаем в качестве, ну, наверное, наших не только партнеров, а тех людей, которые готовы с нами идти в социальном направлении, которые готовы помогать тяжело больным людям, которые готовы за ними ухаживать. Но мы, как еще и реализаторы проекта, мы обучаем именно вот членов ТОСов о той программе, что уход за больными – первая помощь. То есть вот мы их готовим, и только потом они уже начинают ухаживать на своей территории. Это вот Ульяновский в Ульяновской области. А суть гранта такова, что мы открываем в 11 муниципальных образованиях структурные подразделения Красного Креста именно по обслуживанию населения вот этой данной категории. На сегодняшний день в 8 муниципальных образованиях уже открыты. У нас где-то, наверное, в районе 100 человек на обслуживании Ульяновской области. Уже вот так у нас реализуется грант. Ну, что еще хочу сказать, как политика, а именно по социальной защите, вот именно Красного Креста, в этом году мы открываем новый проект. Новый проект – это патронаж. Патронаж тяжелобольных и лежачих на дому, одиноких. А ежедневный обслуживание, мы его начали в том году, как пилотный. А в этом году запускаем уже масштабный. Я думаю, что клуб лидеров НКО нам здесь выступит огромным помощником. Потому что на самом деле, посмотрите, все лидеры, все занимаются социальной политикой. Что Марина Леонидовна, что Владимир Владимирович, что Елена Михайловна. Она вообще огромное спасибо ей помощник. Вот. Здесь мы объединяемся. На самом деле у нас есть и психологи соседних организаций. А на самом деле есть люди, которые могут посоветовать, чем-то помочь. Есть организации, которые находятся в Ульяновской области, то есть именно в муниципальных образованиях. У кого-то есть контакт с ними. То есть вот, понимаете, у нас одна дружная большая семья. Мы приходим со своей идеей. И мы ее начинаем разбирать по кирпичикам. И думаем, как же ее воплотить, согласитесь, да? Вот. И в итоге получается огромный проект. То есть в любой организации. Но мы, как своя организация, конечно, готовы прийти на помощь абсолютно всем. Спасибо. Елена Михайловна, конфликты интересов случаются ли? 17 членов, все-таки разнонаправленные такие организации. Ну, я имею в виду, конечно, не прямые какие-то столкновения, да? Там не споры и склоки. А, ну, например, хотят поехать во Францию люди. А Красный Крест хочет свой проект продвигать. Есть какая-то общая сумма, как ее распределить? Чем в первую очередь заняться? На какой фронт бросить людей? Как договаривайтесь? Ну, это не совсем так происходит. Конечно, у нас есть там споры, столкновения мнений. Но как-то мы решаем вопросы, да? И походим к единому. Давайте чуть-чуть поподробнее про споры, потому что иначе просто такая розовая картинка рисуется. Вот сказала Марина Леонидовна, что хорошо, что Владимир Владимирович стал в главе, а то женщина-женщина. И оттенок такой прозвучал, что как-то женщина там вот что-то... Мужской руки не хватало. Ну, мужской руки правда не хватало. Да, потому что у мужчин мышление, наверное, такое более структурированное. Тем более Владимир Владимирович сразу сказал, наша цель – объединить, чтобы все были дружные. И как раз не было таких моментов, чтобы люди там ссорились, выясняли какие-то отношения. Ну, споры какие могут возникнуть в согласии, прямо на конкретном примере? Нет, споры. Может быть, что человек там предлагает, например, какую-то свою стратегию, довидение как. А другие люди говорят, ну, нет, нам сейчас неинтересно. Но мы вот эти вещи всегда выводили в конструктив. То есть мы организовали там стратегическую сессию, да, писали все там на листочках, кто что хочет, развешивали, голосовали и так далее. То есть чтобы люди видели вообще, что интересно каждому. И уже демократические принципы. Если за эту идею проголосовало большинство, значит, мы ее пускаем в жизнь. Ну, это безусловно, отличный подход. То есть поэтому… Как попасть-то к вам? Вот есть НКО, они сейчас смотрят программу, думают, отличная идея, хотим объединиться. Как, что нужно, какие документы? Надо прийти, например, в Центр развития НКО, написать заявление от своей организации, что вы готовы направлять, что организация направляет своего представителя. Организация, ну, этот представитель должен прийти в клуб лидеров НКО, рассказать о том, чем они занимаются, да, что они хотят сделать, чем, может быть, клуб полезен. Да, и члены клуба уже голосуют. Хорошо, что если несколько человек из клуба уже знают и могут, ну, поручиться за этого человека, да, что действительно он вот делает хорошие дела, мы его знаем, он уже показал себя как лидер, да. – Владимир Владимирович, вам вопрос. Вы, кроме того, что большой человек в клубе лидеров НКО, вы еще большой человек в системе ТОСов. Ульяновск, Ульяновской области, ну, и России в целом. 17 членов в клубе, сколько из этих членов – это НКО, это ТОСы. Есть ли задача вообще привлечь как можно больше ТОСов и, так сказать, создать ядро такое? Потому что, ну, похожие по целям, задачам организации, в принципе, они объединяют жильцов, что важно. Каждый знает, какие у него проблемы, какие есть ситуации, кому что надо помогать. Дальше можно уже вот распределять, так сказать, по направлению. – Ну, в данный момент в клубе лидеров три ТОСы. Ну, конечно, каждый ТОС, каждый председатель ТОС в своем даст, как со смыслом, лидер. Потому что его выбрало с определенной территории численность жизни. Потому что есть такие ТОСы, где и по 10 тысяч человек. Позвольте, 10 тысяч человек выбрали одного, своего лидера. Поэтому, как насильные мы сюда их не затаскиваем, но если у кого есть желание, у кого есть надобность, конечно, мы их рады всех видеть. Мы разговариваем, общаемся. Сразу, если, конечно, у нас вот сейчас по области 121 ТОС, мы их все не загоним, не заведем. Представляете, это будет уже… – Ну, цели загнать-то нет, я так понимаю, а есть цель привлечь. – Нет, привлечь, привлекать будем. Постепенно, я думаю, что ТОСы будут входить. Когда действительно человек сожреет, он придет, когда, как Елена Михайловна сказала, почувствуют надобность в клубе лидеров. Они придут, мы их с удовольствием примем. – У меня такое впечатление, что ТОСы еще просто себя не переварили и не поняли, чем они сейчас обладают. И им пока еще рановато, так сказать, расширяться. Есть еще один вопрос. Здесь все-таки было сказано, что женщины активнее мужчин. А у нас есть клуб активных старух, насколько мне известно. Нет ли, может быть, возможности создать клуб активных мужчин, именно активных мужчин, раз нас обвинили, а вы его возглавите. – А у нас есть зачем ТОСы, там тоже могут все мужчины так же реализовать. Если кто-то захочет создать клуб активных мужчин или активных стариков, с удовольствием, я думаю, они создадутся. Мы им тоже поможем, подскажем. И клуб деловых старух ему тоже в этом поможет. Хочется, если они, правда, в Москве сказали, попробуйте, я-то могу себя назвать старухой, а вы попробуйте меня назовите. Поэтому это чревато их назвать. Поэтому я бы не риснул. Это хорошо, что здесь их нет. – Хорошо. Марина Леонидовна. – Да, члены клуба. – Отлично. Марина Леонидовна, вам вопрос на финансовую часть, потому что вы как раз говорили, что поездка предстоит вам за границу. Это все расходно. Собственно, как вообще сегодня НКО выживает, за счет чего, откуда деньги, кроме грантов. – Ну, кроме грантов, субсидий, да, в принципе, это основной доход наш. Ну и спонсорские пожертвования, благотворительность. Вот то, что… – Вообще, институты благотворительности насколько сегодня развиты в регионе именно по отношению к крупным объединениям людей по интересам. Ну, понятно, что там кому-то подать на улице или помочь там сиротскому приюту – это одна сторона медали. А есть какие-то такие ситуации, в которых вроде бы можно и подать, а можно и не подать. – Ну, вы знаете, конечно, я вот работаю с теми, кто меня давно знает. То есть личное общение, оно всегда… Вот человек, когда он мне помогал еще в 2001 году, конечно, я поддерживаю отношения с теми, кто… В основном друзья, подруги тоже. У меня есть подруга, которая владеет сонтологической клиникой, например, Алла Пушкарева, премьер Дент. Не знаю, можно ли говорить. Но она, например, лечит зубы и помогает материально и инвалидам, и родителям с детьми ДЦП тоже. То есть она на 500 тысяч буквально вот прошлый год вылечила зубы родителям с диагнозом детям ДЦП и моим инвалидам-колясочникам, также и детям. Вот. И, ну что могу сказать, под хорошую идею можно найти деньги. Под хорошую идею, если люди тебе доверяют, если ты расскажешь, куда потрачено. Когда ты отчитываешься каждому спонсору за каждую копейку, причем рассказываешь, что было потрачено 11 рублей 25 копейках, это очень, ну очень, когда прозрачность НКО. Мы же не только отчеты сдаем в Минюст и в Налогово, но мы отчитываемся перед спонсорами. И сейчас у нас есть вот открытый отчет, да, как называется, когда мы, публичный отчет, когда мы будем выставлять, я вот хочу на сайте, например, общественной палаты в этом году выставить свой отчет за прошлый год. Сколько было потрачено денег, сколько было израсходовано. Вот. Очень хороший у меня в этом году был проект по благоустройству за Заворского района, где выступил спонсором «Авиастар». Это очень крупнейшее предприятие в нашем городе, и он выделил 1,7 млн рублей для благоустройства территории детских игровых площадок. Тоже мне было очень почетно и лестно, что обратились ко мне для того, чтобы сделать совместный проект. Спасибо. Елена Ивановна, перспективы. Вот вы, я имею в виду как представитель Красного Креста, а Красный Крест как составная часть клуба лидеров НКО. Но на ваш взгляд, какие перспективы, вот хотя бы на ближайший 2018 год для этого клуба и для вашей организации в составе клуба? Какие-то цели и задачи в рамках клуба поставлены вам? Да, естественно, реализация, конечно, масштабных проектов. А совместно с другими организациями, членами клуба лидеров НКО обязательно. То есть мы будем привлекать лидеров, именно лидеров, которые уже показали себя, а они, которые готовы работать с нами, и на которых, наверное, можно положиться. Я знаю всех членов клуба лидеров НКО, а на самом деле, во-первых, они живые, они активные и они достойные. И я думаю, что с ними можно работать. Все-таки организация у нас достаточно большая, мощная, и проекты у нас большие. И совместные проекты в 2018 году, которые мы будем реализовать с членами клуба лидеров НКО, я думаю, принесут огромную пользу Ленинской области. Спасибо. Елена Михайловна, на ваш взгляд, перспективы, именно с точки зрения руководства организации, какие у нас есть перспективы, и есть ли аналоги этого клуба в других регионах? Или мы опять пилотный проект, что-то новое сгенерировали, убежали далеко? Когда-то, да, лет 10 назад, конечно, вот такие клубы как-то появлялись, но я вот еще раз скажу, да, они как-то быстро очень исчезали с горизонта. То есть вот действительно трудно было. Мы, наверное, уникальный такой клуб, который вот 7 лет уже на плаву держится, развивается, да, как бы, понятно, есть взлеты и падения, но в целом так и костяк сохранился, и идея сама сохранилась клуба. И по нашим следам, насколько я знаю, пошел Смоленск, да, и такой клуб пытается создать, тоже у них пока не все гладко, потому что тут также люди абсолютно разные, нужно еще какое-то время, чтобы они притерлись, как-то узнали, да, друг друга, поняли, кто чем дышит, живет. И очень интересно стартовал такой клуб недавно в Удмуртии, да, с такими, ну, с интересными форматами работы. Я думаю, что нам будет очень полезно как раз вот обмениваться с этими территориями, может быть, приехать друг к другу в гости, посмотреть, да, что, как они работают, какие форматы используют, да, как расстраивают. Какие общие идеи продвигают. Да, какие общие идеи продвигают. Было бы очень интересно. Спасибо. Владимир Владимирович, есть различные конкурсы, которые, в принципе, поддерживают и продвигают некоммерческие организации. Фонд Кудрина устраивал буквально недавно у нас и два НКУ у нас, по-моему, да, два стали лауреатами этого конкурса. А нет ли идеи на базе клуба создать некоторый конкурс, который можно будет потом развивать и также активно поддерживать у самых активных? Идеи у нас есть. Мы как раз и создали, несколько членов клуба лидеров, создали как раз фонд «Мосты». Это как раз фонд «Местные сообщества». Мы хотели на базе этого фонда, как раз, чтобы площадка поддерживали тоже и ТОСы, и НКО. Мысль есть, к этому стремимся. Как дальше пойдет дело, это посмотрим. Ну, я думаю, что перспективы развития фонда у нас есть. Так что я думаю, что и проекты эти, значит, воплотятся в жизнь. То, что получается, что поддержка будет. И, я говорю, еще до и ТОСов, и НКО. Так что будет все нормально, я считаю, что будет все замечательно. Спасибо. Марина Леонидовна, опять вопрос вам. Вот о чем говорила Елена Михайловна, о том, что попытки такие уже были создавать объединение, но как-то все время не зашло. Не боитесь ли вы, что с этим клубом что-то случится не так? Да нет, мы уже 7 лет работаем. И, вы знаете, очень хорошая у нас идея друг с другом общаться и не конкурировать. Мы никогда никому не завидуем, мы никогда не злимся. Кто-то выиграл грант, кто-то не выиграл грант. Мы как-то, вы знаете, мы очень философски относимся. Вы знаете, мы немножко другого склада людей, мы очень много видим горе, наверное. Поэтому мы очень философски относимся к жизни и радуемся тому, что у нас есть. И мы очень всеми дорожим нами. И, конечно, если кому-то власть помогает, мы вот очень радуемся и хотим поделиться, как нам тоже помогать. В общем, я думаю, что у нас перспективы очень позитивные, радостные. Ничего плохого у нас не будет, потому что мы уже все это пережили. Все у нас были взлеты и падения были. Удачные президенты были, неудачные президенты нашего клуба. Все это мы прошли, знаете, как медным проб и ошибок. Я думаю, что сейчас у нас очень светлая полоса с Владимиром Владимировичем. Не зря у нас есть Владимир Владимирович. Ну и, собственно, и снова вопрос, Владимир Владимирович. Отчетность какую-то ведет клуб, собственно, перед своими членами, перед сторонними организациями? Какой пакет документов в конце года вы сдаете? Кому как проконтролировать, проверить, что деньги точно потрачены? У нас денег-то клуб лидеров-то нет. У нас это общественная организация, она не зарегистрирована. Ну, хорошо, давайте скажем так. Был такой проект, условно говоря, посадить 200 деревьев. Как проконтролировать, посадили или нет? Клуб лидеров. 200 деревьев? Это ТОС могут 200 деревьев посадить. Поэтому ТОС... Но ТОС в составе клуба лидер. Ну, мы вот как ТОС, мы отчитываемся. Вот, допустим, мой ТОС «Мостовая слабота», который был, он отчитался даже в точке отсчета. Это на всероссийском конкурсе отчетов, и заняли бронзовые стандарты там, получается. Да, поэтому тут, видите, как получается. Мы отчитываемся даже на всероссийском уровне, а между собой мы все видим, кто что делает. Мы же вместе принимаем участие, мы вместе. Мы не то, что получается, я что-то сделал стихаря и отчитался. Зачем? Мы все вместе. Это очень неформальное объединение. Это очень неформальное, но зато какая неформальная, какая она полезна для всех членов клубов лидеров. Какая, Елена Михайловна, эффективность? В чем оцениваете эффективность? Тогда так. В чем оцениваем эффективность? Во-первых, в развитии самих организаций. И мы видим, как они набирают обороты, как увеличивается, в том числе для них, и финансовая поддержка, и количество их членов, и появляются новые идеи. И партнерские проекты. Для нас вот эти вещи главны. И как совершенствуется при участии клуба, например, государственная поддержка некоммерческих организаций. То есть мы не говорим о том, в том числе, и сколько денег организации привлекают на свое развитие. То есть для нас как раз вот эти показатели качественного роста важны. Нам не важно, что у нас в членах клуба будет 100 человек. Может быть, это и не надо. А главное, что люди приходят готовы сотрудничать, и вот в этом сотрудничестве проявляется их рост. Находятся новые партнеры, новые связи, новые идеи, новые проекты, новые ресурсы друг для друга. Вот это вот показатели. Потому что даже в конкурсе президентских грантов они всегда просят письма поддержки от партнеров. Покажите, в чем их участие и так далее. То есть партнерские проекты приветствуются на всех уровнях. Поэтому здесь вот как раз площадка для партнерства. И эффективность именно в этом проявляется. А как оценить, например, внутри самоорганизации есть некий список важных дел, условно назовем его так, который предлагает разные члены клуба. Как вы их ранжируете? Какой важнее? Какой может подождать? А мы не ранжируем. Мы путем общей договоренности. То есть у нас есть правление клуба, между которыми распределены направления. То есть это в соответствии с их компетентностями. У кого что лучше получается. У кого получается лучше взаимодействовать со СМИ. У кого лучше с бизнесом, с властью. У кого-то лучше получается выстраивать внешние контакты с другими регионами и так далее. У кого-то лучше получается поддерживать корпоративный дух и такой оптимизм внушать. Ну то есть вот до этого. И каждый предлагает свои мероприятия в план работы клуба. И мы их ставим, и вот заполняется фактически целый год. Там есть и образовательные вещи, там есть и встречи, на которых решаются такие обычные рабочие вопросы. Там есть и антикорпоративы. То есть это когда клуб встречается со своими партнерами, потенциальными партнерами. В такой более неформальной обстановке. То есть вот абсолютно разные компоненты вкладываются в этот план. Получается, я понял из вашего ответа, что это некий кооператив. Очень похоже на то, как действует кооперация. Это люди, собранные по... люди с разными интересами, собранные вместе для того, чтобы у кого-то что-то лучше получается. Тот этим направлением и занимается. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, в гостях сегодня у меня были представители некоммерческих организаций, которые объединены в клуб лидеров НКО, существующий в Ульяновске. В него можно вступать всем некоммерческим организациям региона для того, чтобы получать реальную пользу в своей работе. Я благодарю уважаемых гостей за участие в программе, а вас, дорогие зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова